здравствуйте дорогие друзья снова здравствуйте дать немножко вам возможность поприветствоваться с нашими зрителями друзья добрый день еще раз почему столько много энергии как говорят да и эмоции потому что мы только закончили один эфир да нам очень понравилась тема которую мы подняли и более хочу сказать что я вспомнил очень много вопросов из наших чат чатов как раз относительно наших планет и наших историй мы сегодня с виданой об этом будем говорить и видана продолжим то что мы начали в предыдущем эфире вот смотри что мы часто наблюдаем у человека есть история с которой он рождается то есть цели вернее которые он должен реализовать в этой жизни там например помириться со своей женской частью да и здесь приходят истории с матерью там например истории с женщинами разрешить себе там например реализовать себя каких-то направлениях и вот человек прожил например 30 лет или 40 лет или 50 лет и вот он все это сделал то есть когда ты читаешь его карту он говорит это сделано это сделано это сделано что дальше то есть как как получается у него следующий период жизни это начинается новая история и мы тогда говорим там например человека дважды рожденных или или как это вообще конечно очень такой глубокий я бы сказал такой духовный вопрос на самом деле карта сама по себе вот как если ее нельзя заглянуть карту сказать вот этот человек дважды рожденный а это еще пока нет да но мы должны понимать что наши планеты то есть с той картой которой мы родились мы и останемся вместе с ней то есть рисунок он не поменяется у нас например если мы родились с венеры скорпионе на у нас останется венеры в скорпионе но вот на каком уровне на какой глубине мою будем проживать вот это качество но как раз меняется и у нас сначала идут какие-то задачи сначала связанные с личностными зато моментами с развития нашей личности потому что прежде чем выйти на состояние дважды рожденности то есть это соединиться со своей божественной духовной природой мы должны подготовить базу на которые вот этот дух будет спускаться потому что если не будет выстроена база то есть ну это станет самошедший просто ну да то есть поэтому какой-то поэтому у нас идет то есть такие возрастные вот эти посвящения мы проходим мы сначала развиваем свою личность мы подготавливаем свои структуры для того чтобы выйти ну вот на принятие я бы сказала это очень мощных энергий и единственное что здесь предыдущем эфире как раз затрагивала эту тему что не каждый человек проживает абсолютно не каждый это вот прямо единицы кто проживает свой гороскоп на полную мощь и честно говоря я не знаю вот в нашем срезе нашего этапа пути как коллективного такого человечества единого я думаю что есть такие люди которые берут весь объем но чаще всего все таки люди плавают где-то вот пока формирует свою личность но когда приходит момент когда у нас раскрывается сердце когда мы начинаем принимать эту жизнь мы познаем духовные законы то есть она нас раскрывается мы перестаем бегать от жизни защищаясь сражаясь с действительностью или убегать какие-то иллюзии мы начинаем тотально проживать этот опыт совершенно на другом уровне то есть и глубина то есть те же планеты остаются остаются те же планеты но глубина проживания этих моментов и включается еще и дополнительные структуры которые настолько за гранью стоит стоят нас как личности что там вряд ли есть такая история что я это все прожил и неисчерпаемый ресурс то есть это мы выходим уже на уровень через контакт с этими планетами с безграничностью без временем там нет от этого состояния что там закончился поток и вот и там а на и щас одну минуточку когда говоря то есть сами знаки зодиака стоящие они тоже очень многомерны то есть планета стоящий знаке зодиака она уже тришь-то раскрываться на уровне зодиакальной энергии вот творящего потока на уровне личности и когда человек потом выходит на уровень свои звездные соединенности с небом там раскрывается совершенно другая история то есть она настолько многомерняя то есть когда мы готовы конечно то там deux происходит по мере нашей готовности вот Смотри, как это может быть в жизни, например, у человека, как ты говоришь, Венера в Скорпионе, когда он на уровне личности, какие могут быть истории в жизни человека, например, находящегося вот в такой конфигурации планет. А потом просто покажи, а если он проработал, как это может быть уже на уровне звездной личности, та же… Та же энергия. Да. Я понимаю. То есть вообще энергия Скорпиона – это моя родная энергия, это моя родная стихия. У меня, получается, практически все мои планеты, они пропитаны этой энергией, поэтому я ее очень хорошо чувствую. И у меня как раз, я могу сказать о том, что я являюсь также носителем энергии Венеры в Скорпионе, я понимаю, с чего я начинала. Потому что Венера в Скорпионе – это поток любви и красоты, стоящий в знаке зодиака, который, в принципе, он призван для того, чтобы очищать от теневых программ. То есть это могут быть истории в жизни, например, связанные в отношениях, да, мужчины и женщины, например, это отношения, когда человек все время находит партнеров, с которыми надо себя очищать. Правильно? Я бы сказала, партнеры могут приходить для того, чтобы проявить все его теневые качества. Вот что будет делать Венера в Скорпионе. Она будет притягивать партнеров, которые будут вытягивать его тени, для того, чтобы он их увидел и смог трансформировать. Потому что как раз на уровне… Вообще Скорпион, вот сам знак зодиака энергии, его развивается по несколько… На низшем уровне это будет человек, который… То есть вообще проявленная энергия Скорпиона, это будет тотальное разрушение всего и вся. То есть это безжалостная агония. То есть человек будет сам себя считать исчадием ада внутри и весь мир считать исчадием ада. Вот теперь посмотри, представь себе, вот я тебе как психолог, когда с одной стороны говорю. Я представляю, ко мне приходит на ладование человек, который говорит, я исчади ада, все плохо. Или он, например, боится это сказать, но я вижу его это состояние. Получается, что когда я его ладую, я с ним работаю как психолог, я, по сути, помогаю ему вот это созвездие, которое у него есть. Да, я помогаю ему как-то привести это в лад. Но в то время, когда я понимаю это, да, как психолог, да, как человек, который ладует, что у него есть в карте, то я уже понимаю причину, с которой он, ну, по-настоящему работает. То есть для меня он не является сам таким проблемным, а я понимаю, что ему надо вот в этой непосредственно, в этом участке разобраться и проработать. То есть это означает, что когда у него в жизни соответствующая ситуация, он говорит, или она говорит, я хочу свою звездную половинку, я все время хочу, но попадаются всякие сволочи. Я понимаю, что попадаются всякие сволочи как раз потому, что надо открыть вот эту нишу. Ящик Пандоры, я бы сказала. Ящик Пандоры, да. И как бы ты не медитировала на то, чтобы пришла его пара, его пара придет в виде вот этого сатаны, да, который будет его поднимать все эти штуки, и он по-любому не увидит в этом мужчине своей пары. Ну, она, да, не увидит в этом мужчине своей пары. То есть вот это взаимодействие в карте человека и говорит о том, с какой проблемой человек будет соприкасаться на личностном уровне. Правильно я понимаю, да? Да. А вот теперь представь себе, человек прожил, например, 40 лет, да, ну там или 50 лет, он смог разобраться с этим, то есть он почистил свои вот эти авдиевы конюшни, он разобрался с этими блоками, он вышел на уровень тот, что сволочи уже не приходят в его жизнь. Да, энергия скорпиона на самом высшем его звучании, она дает возможность, то есть человек, во-первых, получает навык через этот опыт прохождения кармических союзов, потому что чаще всего, то есть теневые программы, это все наши хвосты, через которые мы не смогли с этим справиться. Так вот, на высшем уровне этот человек становится величай, то есть очень мощным целителем, может стать, потому что он получает навык превращать любой негативный опыт в яд, в нектар. То есть из любого негативного опыта он может извлечь мудрость и взять духовный урок. То есть вот когда этот навык нарабатывается, скорпионная энергия, она может работать с любыми вариациями, то есть его ничего не будет пугать. То есть смотри, получается, что когда я понимаю, к чему он должен прийти, этот человек, какой его конечный, по сути, результат, я настраиваю его на то, я ему показываю область, куда ему двигаться, и он уже выходит из рамок вот этого своего ужаса, в котором он находится, он расширяет сознание, и он понимает, что дальше его путь вот туда. И он принимает всех этих демонов, которые приходят в его жизнь, как учителей, которые помогают ему выйти из этого, и он быстрее с этим работает. И наступает момент, когда он готов к целительству, и он опять же знает, что ему целительство дано для того, чтобы проработать на духовном уровне вот эту способность, все, что у тебя негативное, превращать в позитивное. Правильно? Получается, да, это тотальное принятие жизни на уровне вот самого предела, потому что скорпион работает с максимальными вот этими крайностями, он может взять весь спектр. Это действительно так. И в этом состоит, кстати, вот этот вот интересный еще инструмент, зная карту человека, если вот ладование проводить через инструмент астрологии, то есть зная его натальную карту, и если ладование, то есть сам целитель, он разбирается, берет этот инструмент, это просто будет, ну, очень точное и очень точное попадание вот в ту самую сферу, где лежит эта проблема. И кроме того, то есть зная высший смысл этой энергии, у человека появляются крылья, он действительно выходит из этого тупика и ужаса, потому что на низшем уровне нашего состояния, когда мы вот скукоживаемся, и у нас до боли, то есть до непринятия, тот, кто нас выводит, оказывается, что скорпион, вот для чего он проходит этот путь, какой он навык нарабатывает, в чем его кармическая задача вообще этой энергии. И если я пришел, то есть происходит такое глубокое принятие себя, своего пути, и тогда человек уже работает с этой энергией совершенно на другом уровне. То есть тут он уже с тотальным принятием сам, во-первых, принимает эту энергию, и, соответственно, у него раскрывается сердце. Все. Зарислав, ты хотела что-то сказать. Вижу. Ты знаешь, Лада, я думала, что Юлия – это такой уникальный человек, который, ну, реально в любой негативной ситуации видит яркую, положительную, божественную сторону. А оказывается, у него всего лишь Венера скрепилась. Нет, у меня на самом деле, Зарислава, у меня там целый комплекс планет, у меня не только Венера скрепилась, у меня там большая кучка, как я ее называю. Знаете, помните, как передвижники наши? Целая большая кучка. Могучая кучка. То есть, смотрите, получается, что у каждого человека есть, например, он соприкасается с какими-то своими проблемами и не может из них выйти, или он долго работает. Например, кому-то дан сложный отец, с которым, ну, как бы проблемы и проблемы, и человек не может развязаться и уйти там или закрыть эту тему тоже не может. Когда он разбирается, почему в его жизни вот эта ситуация, какие энергии, и куда он должен выйти с ней, и куда двигаться, то решение и движение идет намного быстрее и эффективнее. Конечно. Это как раз астрология. Вот можно как раз идти, сама наша жизнь, сам поток жизни, это и является нашим инструментом, потому что хотим или не хотим, она наша жизнь, все, что с нами происходит, она рассказывает про нас. Но, имея вот такой инструмент, один из инструментов самопознания, движение по этому пути становится гораздо эффективнее, в разы. Просто человек уже начинает активно, сам становясь участником этого процесса, как со творцом, он начинает контактировать осознанно с этими энергиями, то есть получая ключи и двигаясь, ну, гораздо эффективнее, да, действительно. Я тебе задам еще один вопрос. Их будет много, но один из. Вот представь себе, что все, он дошел, дошла до состояния целителя. Ты кайфуешь, ты можешь все это делать, что дальше? Ну, у него, то есть у человека же не только Венера в Скорпионе, у него там куча всяких других планет. И вот как раз это вот мы говорили, затрагивали тему, которую мы хотели, да, то есть сделать на археи. Да, когда мы выходим уже из состояния просто нашей личности, то есть потому что вот на первых двух блоках мы знакомились с теми планетами, которые помогают формировать нашу личность. Но на археи мы выходим на тот уровень, когда мы будем познавать нашу божественную природу, и когда будет соединяться внутренний божественный мужской и женский аспект личности, то есть на уровне личности, он соединится с духовными составляющими и женским, и мужским аспектом. То есть мы будем готовы принять нашу уже божественную природу. И она, то есть это запределье, это действительно уже в безвремении, там нет такого состояния, я это все сделал, потому что до этого действительно состояние нам, ну, чаще всего это большой действительно жизненный путь. То есть нам приходится пройти для того, чтобы дойти до этих моментов, ну, то есть до принятия этих ключей. Да, согласна, согласна. Один из также важных моментов, который я хотела тебя спросить, это миф в жизни человека. Мы с тобой говорили о том, что каждый человек, ну, может, не каждый, но у многих есть свои мифы, которые человек проживает. И эти мифы, они формируют так или иначе его событийное поле, ну, как бы в реальной жизни. Там у кого-то, например, мифы там позитивные и развиваются, там достигая, у кого-то мифы, где наоборот, чего-то нужно проработать и осознать и так дальше. Скажи мне, влияют ли сами мифы в жизни человека, в его звездной карте на то, какому течению, какому мировоззрению и куда будет направлено само сознание человека, то есть во что он будет играть в жизни? Это безусловно. Дело в том, что это вот мифология, астромифология, это настолько интересная тема, потому что, по сути дела, вот знак зодиака, это является неким игровым полем, на котором как раз проецируется та мифологическая структура и все мифы, которые у нас вообще в человечестве зафиксированы, ну, в сфере, в сфере, может быть, Земля, по сути дела, это те сценарии, которые можно поиграть на том или другом поле игровом, знака зодиака. И бывают случаи, но это не у всех, она очень ярко проигрывается, эта мифология, но бывают такие моменты, когда планета соединяется с какой-то неподвижной звездой, а неподвижная звезда транслирует определенные сценарии, через которые человек, ну, то есть это не зря же у нас здесь, я бы сказала, что мифы являются не... Это такая интересная, что было вперед, курица или яйцо, да? То есть мы не случайно рождаемся с такой комбинацией. То есть, по сути дела, это просто ключи, через которые можем... То есть если... Сейчас немножко... То есть если мы видим, что в натальной карте какая-то планета соединяется с определенной неподвижной звездой, то есть это есть определенный алгоритм считывания вот этой астромифологии, да, уже на высших смыслах таких «игры богов», как я его называю. То есть какие ключи творения может человек использовать чаще всего. Например, у нас есть три ключи творения, как мы его называли, ключ Брамы, ключ Шивы и ключ Вишну. И при расположении в определенной конфигурации через эти мифы можно посмотреть, чему больше... То есть какие наработки есть у человека по каждому из ключов. То есть и как они между собой взаимодействуют. И вот это тоже очень мы активно будем как раз на третьем вот блоке смотреть и раскрывать вот эти все, ну, скажем, тайны, мифологические тайны, я вам сказала, да. И, безусловно, сами мифы могут дать подсказку человеку и просто осознание того, почему те или иные вещи... Вернее, не почему, а миф является как... То есть человек является отражением, проигрывается этой истории. То есть это говорит просто о том, что человек в этом своем воплощении находится на таком этапе игры, что он будет проигрывать вот этот миф на этом игровом поле. Вот как это разыгрывается. Вот смотри, как интересно. Ты рассказывала о своей Венере в Скорпионе, да, а я коснусь своего мифа, который я узнала благодаря тебе. Много лет назад я написала одну историю, ну, в книге, как бы, исцеление для мужчин, книга о любви, я написала одну историю о, по сути, девушке, которая живет возле волшебного дерева. Я была удивлена, когда ты мне рассказала о мифе, который я проживаю. То есть это реально миф связанный с волшебным деревом, который дает и питает сил. И я когда перечитывала то, что я написала там, я один в один описала то, что ты мне рассказала об этом мифе. При этом я, ну, как бы, понятия не имела, что я живу в таком мифе, видишь? И действительно, это очень сильно повлияло на мою жизнь, потому что, имея источник своей личной, например, силы в этом мифе, да, у этого дерева, я так, у меня и так сформировалась моя жизнь, поскольку я выросла возле леса, и лес для меня был всё смыслом моим. И вот, как бы, как сыграл миф? Но это же не один миф, в который мы играем. В таких мифах у человека, наверное, много может быть? Активировано может быть много, но это не у всех по-разному. То есть бывает так, что человек, то есть как правило, то есть если человек уже выходит вот к принятию своей божественной природы, у него может активироваться сразу несколько конфигураций, и они закручиваются в очень интересный, я бы сказала, такой сюжет. Там действительно такие интересные, иногда возникает такое впечатление, что ты смотришь какой-то попури из разных жанров, то ты был в приключении, тут же ты попадаешь буквально в какой-то триллер, ну то есть это вот, и всё это в мелодраму следом, и тут же это всё смещается. Но интересный, и вот когда мы погружаемся, то есть в каком-то нашем из тел, то есть на уровне смысла, на самом высшем смысле, мы все так или иначе проигрываем, то есть в нас записаны, и мы можем этими телами считывать эти программы, потому что, по сути дела, мифология — это доступное изложение нам, человечеству, какие вообще сценарии бывают игры, вот что это. И когда мы смотрим на дальнюю карту человека, мы можем увидеть, на каком этапе пути, какой сценарий он проигрывает. Это очень удивительно, и от этого осознание, то есть осознанно понимать, в какую игру я играю, именно на уровне богов, не на уровне личности, там где-то я там в эгоистических целях там что-то начинаю, а именно проявляя свой творящий божественный лик. И это раскрывается просто удивительно. То есть приток силы, то есть когда мы соединяемся вот с этим божественным источником, как ты вот рассказывала, согласись, что это колоссальное вот это состояние переживания, когда тебе рассказывают мифологию, которая присутствует в своем внутреннем пространстве, да, и это так остро переживается, как будто бы затронуто какое-то самое-самое сутевое ядро. Это вот по сути про это. Потому что когда мы уже начинаем исследовать натальную карту с точки зрения мифологии, мы попадаем на самом деле в самую суть ядра своего. Да, для меня, вот когда ты мне это описывала, для меня было, ну, как бы у меня есть как бы своя тайна, то есть где я храню все свое, никто больше об этом не знает. И здесь ты, я поняла в один момент, что это вообще не тайна. То есть на историческом уровне это не то, что не тайна, это, ну, все понятная история, которую, как бы, все видят, наблюдают, и оно, как бы, все читаемое. Для меня это было определенный такой, как бы, немного шок. Как же так? И вот каждая история, действительно, каждый миф, когда ты смотришь на него с позиции здесь и сейчас, где ты находишься, как он в тебе раскрывается, и как ты разворачиваешь свой мир, ну, как бы свое раскрытие, это, конечно, очень поражает. А поражает еще потому, что в этот миф может кто-то попасть и, например, совпасть с какой-то ролью, и ты уже на этого человека не смотришь, как на обычного человека, а как того исполнителя в этой истории, которые, ну, как бы, уже предписаны дальше, как будет разворачиваться событие, взаимодействие и прочее, прочее. И ты, как бы, понимаешь, что это какая-то, как бы, с одной стороны, ты заложник этого, потому что ты бы могла, например, этому человеку одному или другому сказать, так, уходи из моей жизни, я не хочу тебя видеть. Вот кот пришел, я что-то разнервничалась. А тут, получается, я не могу это сказать, потому что в этом всем спектакле он является, например, главным каким-то персонажем, от которого невозможно отказаться, только нужно научиться, как с ним взаимодействовать. Ты знаешь, Лада, и здесь еще удивительный процесс возникает. То есть у нас есть некий сценарий мифа, который доносится. Но я сейчас раскрою еще одну тайну. Мы можем переписывать мифы, понимаешь? То есть у нас эти мифы могут проигрываться. То есть если мы возьмем все духовные уроки, по сути дела, мифы – это же рассказ того, как раскрывается история, как сценарий проигрывается, если мы не проходим урок. Он же обучающий. То есть это сценарий, который показывает нам, что если человек не прошел урок, у него, скорее всего, будет вот такой сценарий. То есть смотри, подожди, подожди. Получается, что у нас есть стандартная режиссура, то есть история, которая развивается, если ты будешь пассивен и двигаться по тому же сценарию, который уже прописан. Но ты можешь создать свою историю и изменить, по сути, этот миф вообще в другую сторону, развернуть его, если у тебя хватит сил, понимания, энергии, твоей вот этой силы воли и желания. То есть если осознаны духовные законы, потому что там в каждом вот этой мифологии содержится какой-то духовный закон, какое-то знание, то есть как это проигрывается. Если ты его возьмешь, то ты можешь вот это вот сценарий, который бы покатился бы вот так, то есть совершенно он будет раскрыт по-другому, смысл его будет раскрываться у тебя по-другому. То есть здесь невозможно, не надо себя чувствовать никогда заложниками чего-то. Мы всегда творцы, и это очень важно осознавать. Это прямо, то есть миф, сценарий, да, но там чаще всего в мифологии прописаны некие сюжеты, чтобы показать вот этот путь, что будет, если ты не возьмешь духовный урок, потому что там очень, особенно если взять греческую мифологию, там очень часто вот эти вот моменты, то есть человек не взял урок и пошел вот по этому пути, и нам наглядно показывают, куда это приведет. И вот там есть у каждого мифа, на самом деле, есть такая точка бифуркации, где человек делает выбор. Да, и вот если он берет этот закон, то сценарий будет разыгрываться абсолютно уже по высшему вот этому аспекту, высшему смыслу, который заложен, то есть гармонично, как мы говорим, в счастье, в радости и так далее. Кстати, видишь, ты сказал очень такой интересный момент, выбор. Выбор мы делаем, опять же, когда мы созрели к тому, что мы способны его сделать, когда мы осознаем, что есть выбор, потому что иногда человек даже не понимает, что выбор-то есть, он думает, что его нету, что, например, находится в каком-то угле зажатый, и что там нет никакого выбора, а реально выбор есть. И когда человек осознает, что выбор есть, и он имеет возможность его сделать, это уже определенный уровень сознания. Вот здесь, наверное, мне так кажется, может, нет, что мы с мифами можем работать тогда, когда наша личность готова к этому. Да, да. То есть здесь, когда личность уже полностью в контакте, она интегрирована, потому что личность иногда может находиться, ну, я думаю, Лада, ты знаешь, ты очень часто работаешь с людьми, которые приходят, то есть личность может находиться в состоянии, ну, там даже они не за столом переговоров сидят, вот представляете, то есть интеграция личности, это когда у нас есть возможность слышать каждую эту планету. Ну, вот я говорю как астролог через символ планет, мы слышим свой Марс, мы слышим свою Венеру, мы слышим свое Солнце, Луну, мы слышим своего Меркурия. И если они в тандеме все буквально как бы, ну, хоть немного общаются между собой, то есть это уже получается такая интеграция. А чаще всего, то есть мы, когда находимся еще в стадии формирования своей личности, кто в лес, кто под рова, один что-то там печально рыдает где-нибудь в углу, в подвале заперт, абсолютно его не слышно, кто-то там борется за власть, то есть у нас чаще всего вот это вот многоголосие внутри, очень противоречивые могут быть, я бы сказала, исполнения, да, оркестр, который как лебедь, рак и щука, я бы сказала, да, совсем не водолейская тема, совсем и так. Вот, поэтому... Он расстраивает свои инструменты. Да-да-да-да-да. Я сфотографировала, у меня кот подошел прямо к экрану, к виданию, там как бы где окошко, где она, и прям ухо поставил, как раз к ней поближе, и слушает. Я как раз сфотографировала, чтобы показать вам, очень прикольно. Видимо, коту тоже зашло. Голос. Да, ну не только. Смотрите, я думаю, что для наших слушателей мы сейчас открыли, ну, мне так хочется, чтобы мы открыли много нового, и чтобы пришло много озарений. С мифами мы будем работать на уровне археи, потому что там как раз раскрываются истории непосредства наших волновых личностей в плане работы их с космосом, с архетипами. То есть какие они, как звездные личности, играют роли, что они тоже проигрывают, и какие задачи они, опять же, ставят перед собой, как перед земными личностями. И вот это, когда у нас начинается, выстраивается понимание иерархии того, что мы делаем шаг за шагом, куда это приведет, и зачем мы это делаем, безусловно, что жизнь набирает других смыслов, и тогда нет вопроса, а где же мое предназначение, а зачем я здесь живу, а почему моя жизнь бессмысленная, куда мне двигаться и так дальше. Все эти моменты, они исчезают тогда, когда твоя волновая личность полностью соприкасается к твоей земной личности, то есть с сознанием, и ты начинаешь понимать, а зачем все это надо было. Прямо звучание, звучание, единая струна, натянутая, как вот я говорю, когда мига целует землю, это вот у меня очень образ такой, сидит внутри, и он откликается. Да, как видите, дорогие слушатели, мы с вами начали историю с того, что мы сначала разбираем задачи своей земной личности с позиции звездной личности, то есть есть как бы ваши задачи перед звездной личностью, перед вот этими всеми космическими взаимодействиями, а потом мы на огне, мы разбираем нашу историю любви, взаимодействия мужского и женского, и вот на архее мы разбираем наши мифы, то есть во что играет наша космическая личность, и это очень интересно, во что играет наша земная личность, нам уже более-менее понятно на истоке стало, а во что играет наша космическая личность, вот это тоже не менее интересно, и это как раз мы разберем на архее. Все постепенно, как сказала Ведана, сначала надо подготовить личность земную, для того, чтобы она смогла принять свою задачу и цель своей божественной личности, потому что, как мы видим, например, вчера, наверное, кто был на лекции, кто смотрел видео, помнит, что очень часто возникает конфликт между тем, что хочет личность, и что хочет земная личность, и что хочет волновая личность, то есть наша звездная, потому что одни, другой не понимают и вышибают, и у человека находится в состоянии конфликта, бессмыслия, то есть с одной позиции я все критикую, это все фигня, я это не хочу с позиции земной личности, потому что это ни о чем, это бред, который ни к чему не приведет, и он не имеет смысла, он не дает мне возможность заработать деньги, там еще что-то, еще что-то, да, здесь и сейчас, а с другой позиции, волновой, если ты не исполняешь задачу волновой личности, то мне вообще не интересно то, чем ты занимаешься, и тогда человек чувствует себя покинутым, ненужным, нет смысла жизни, и даже те удовольствия, ради которых ты как бы живешь, они не приносят счастья, не приносят кайфа, и ты находишься в состоянии полной апатии, а что делать, и эта апатия очень часто перерастает в такой как бы скрытый внутренний конфликт, скрытые недовольствия с собой, и человек теряет интерес к жизни, и вместо этого надо приходить к нам на наши программы, разбираться с собой, выстраивать контакт со своей звездной личностью, и поверьте, что вы офигеете от того, какой классный мир, какие инструменты у вас есть, и что с этим всем делать? Да, это волшебство, как я сказала, то есть это столько красок, нам всегда казалось, помните, с чего мы начали, когда речь заходила об астрологии, все говорили, о, я лев, например, да, то есть я там весы, а я рак, а на самом деле, и нам казалось, что у нас только маленькая какая-то часть задержка, на самом деле у нас внутри вся палитра уже в нас, и она, ее только нужно активировать, ключи к ней подобрать, то есть добраться до нее, вот все, что мы как раз этим будем заниматься. Да, и благодаря этому вы узнаете о себе очень много, разберетесь с тем, что же мне делать, кстати, одна из задач истока, это найти свой исток и синхронизироваться с ним, чтобы вы всегда, у вас был поток энергии, а это как раз и есть понимание того, что перекрывает ваш поток, почему он не может быть активирован, вот это все мы видим как раз в вашей натальной карте, через какие вы проходите испытания для того, чтобы ваш поток, ваше шакти, она была всегда с вами в открытом и таком, как бы масштабном проявлении. Это относительно женщин. Я думаю, что если у нас будет запрос, то относительно мужчин мы тоже сделаем... Ладушка, ты знаешь, вот я бы, честно говоря, с мужчинами это просто архиважно, вот каждому мужчине прожить свои вот эти женские аспекты, потому что пока вот этот контакт у мужчин с той же самой Луной и Венерой не выстроен, я думаю, вряд ли мужчина способен будет взять вот эту свою звездность и я бы сказала, вот это свое божественное предназначение, потому что пока есть внутренний конфликт мужского и женского, то есть вряд ли человек сможет вывести это. То есть это очень важно. Это вот как раз то, что мы делаем и на истоке, и вот на огне мы, по сути дела, выстраиваем вот эти состояния, мы начинаем видеть себя, мужскую сторону свою внутри и женскую. То есть у каждого из нас и у мужчин и женщин это присутствует. То есть для мужчин это не менее актуально, чем для женщин. Я имею в виду для Архата. я хочу сказать, что у нас, но оно не только у нас, это в принципе на каждую группу у нас один-два мужчины, больше нет. То есть сколько у нас там бы не было женщин, это всегда какой-то ноль-ноль один процент, правильно? И иногда мы я баню мужчин, ну одного забанила, просто это тогда, когда я вижу, что человек психически не совсем готовый к тому, чтобы принимать эту информацию и для безопасности всех остальных. Но вообще мы очень мужчинам рады, потому что когда мужчина есть в поле, все, женщины по-другому вибрируют, все выстраивается у них по-другому, у кого-то поднимается куча недовольствия, и, ну это те как раз, как ты говоришь, у кого проблемы, у кого Венера в Скорпионе на низшем уровне, вот тогда начинается. Это не только Марс. Это один из примеров, это один из примеров. Это у нас доверяется к ретроградному Марсу, который бедный уже, наверное, с трудом переживает, как бы постоянно упоминает так в нашей компании три, вот, и вот к чему я говорю, что я всегда мечтаю, не только я, сделать отдельную программу для мужчин, но это, это, знаете, это моя иллюзия, это лилита моей иллюзии, потому что это невозможно сделать, с мужчинами работать в группе очень сложно, я бы сказала, практически нереально, можно их выдергивать там по одному, по двух, по трех, чтобы как-то их разрулить, потому что это должно быть, я даже не знаю, что это должно быть, чтобы они в сотворчестве вместе начали двигаться в одном направлении, они, как правило, двигаются в разное направление, все не так, все не то, и вот это, ну, короче. Ну, когда индивидуальная работа, глубокая. Да, да, но есть, опять же, тоже такая тема, что архаты между собой не могут договориться, только если их объединяет какая-то одна цель или специально создается стол архатов, где ставятся перед ними задачи, определенные условия, тогда они могут как-то договориться, потому что каждый считает себя самым крутым, и это глубоко в подсознании, но, несмотря на это, с ними надо работать, потому что от них очень много зависит, это те души, которые в нашей мерности очень нужны для реализации, и поэтому, когда сходятся архаты и магирания, это такой взрыв всего, сознания, эмоции, чувств, и прочего, и прочего, но зато классный результат, столько энергии много, столько осознаний и трансформации, так что мы наших мужчин тоже приглашаем в наши занятия, не только женщин, но и мужчин, вполне вероятно, что если вы сможете преодолеть какие-то свои травмы и все-таки доползти до нас, доползти в наши чаты, мы вам поможем. Я думаю, сама энергия, наверное, поможет, потому что энергия водолея это всегда прозвучание в оркестре, и я думаю, что тут как раз пришло время для того, чтобы соединять каждый музыкальный инструмент в единое такое поле. Я думаю, что будут на это и ситуации разворачиваться, и запрос будет от внешнего потока, от внешних событий иного ряда, именно такой, когда нам придется ходить, именно учиться в сотворчестве, звучать в оркестре. Да, согласна. Зарислава, тебе слово. Вы знаете, мне даже ничего не хочется говорить, потому что я просто получаю такое наслаждение, видя вас, находясь, слушая вас, находясь в вашем потоке, вношая вашей энергии. Я так благодарна Божественному Миру, что он дал нам видаму, Лада, я думаю, что благодаря ее присутствию у нас будет, мы не ограничимся, археи, у нас будет еще много программ. Я чувствую, вижу это в нашем тандеме. Ты знаешь, я подумала в начале нашей беседы, когда мы с Веданой начали говорить относительно исцеления, что вполне вероятно, нужно будет создать программу исцеления именно через вот эти все звездные какие-то, как это сказать, созвездия внутри, да, и понять, выбрать, ну, мы с Веданой обговорим, это какие больше всего созвездия или дома могут находиться в, нуждаться в исцелении, то есть мы подумаем, как это, выстроим как бы эту программу и возможно, именно с этой позиции, с позиции звездного человека мы сделаем курс ладования нашей личности, то есть чтобы соединить одно с другим и дать человеку возможности и ключи исцеления своих личностных травм с позиции волнового человека. Будем думать. Владушка, я думаю, что ты просто сейчас озвучила, эта программа уже рождена, мы потом с тобой про это поговорим, потому что она у меня вот тут в тетрадке прописана. Видишь как? Вот время пришло. На самом деле, да, в начале нашего разговора, когда ты вот затронула эту тему, я вспомнила, что в нашем, по-моему, предыдущем видео, я как-то шутила уже на тему, когда мы говорили, что мы представили Ведану, что, видимо, ну, так разворачиваются ситуации, что нам придется открывать курсы молодого астролога, потому что такое огромное количество информации и людей, которые могут быть задействованы в этом. И когда вы говорили об исцелении, ну, просто, у нас есть курс мастер ладования, когда ты обучаешь людей ладовать. Но я так понимаю, в начале нашей беседы у меня, в принципе, уже родилась такая программа в голове, которая будет назвать, что мастер ладования через астрологию. Используя ключи, да. Используя ключи. Используя ключи. Так что, ну, в принципе, ну, я думаю, что мы даже этим не тренируемся. Это как, помнишь, мы, Зарислава, с тобой тоже беседовали, я говорю, если бы психотерапевты владели, вот очень глубоко владели ключом астрологии, я думаю, ну, там сократилось бы вот это, скажем, блуждание, поиска вот этого вручную, практически вслепую, да, то есть, понятно, что у психотерапевта очень мощная такая идет эмпатия, и он подключается к Коле, но владея ключами астрологии, там практически, то есть, тебе не надо даже ничего искать, там уже все практически видно, ну, то есть, ответы есть. А плюс наше знание квантового человека, это вообще бомбическая информация. Почитание. Да. Это точно. Присоединяйтесь к нам, ну, к этой программе, к последующим, будущим, к тем, что у нас уже есть. Мы рады вам, и мы хотели бы, конечно, чтобы наш мир исцелился, и как микромир каждого человека, так и макромир вот всей своей полноте пришел к большей гармонии, и, собственно, мы для этого все и делаем, мы стараемся все наши деятельности для того, чтобы так было. Если вы тоже этого хотите, и либо в своем маленьком каком-то пока масштабе, либо в большом масштабе, это в принципе не важно, но мы приглашаем вас в наш круг и присоединиться к нашему пути, мы будем это вам рады. Да. Приходите, будем открывать, будем волшебничать и будем открывать свою вселенную, свою звездную вселенную. и свою волновую личность, то есть, наконец-то, вы ее пощупаете, почувствуете и поймете, какая она. До встречи, друзья. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok